Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого. И только что я вышел с фильма Star Wars. Последний джедай. Звёздные войны. Последний джедай. Ну, я хочу сказать, что я им не разочарован, но только потому, что я подобный компот и ожидал увидеть. На самом деле, фильм просто скучный. Вот по мне. Я в течение всего киносеанса зевал. Моя жена периодически вообще засыпала. Я её толкал в бок, чтобы она проснулась и продолжала следить за перипетиями того, что происходит на экране. Ну, во-первых, создатели продолжают заниматься копированием оригинальной трилогии. То есть, вот этот восьмой эпизод, он очень похож на пятый эпизод Звёздных войн, который назывался «Возвращение джедая». Там у нас Люк Скайуокер летел, по-моему, на планету Дагобар, чтобы там найти учителя в лице Йоды. Тут у нас Рей летит на какую-то другую планету, где находит учителя в лице Люка Скайуокера. Там повстанцы пытаются с какой-то ледяной планеты улететь, и на них наступают по снегу вот эти вот черепахи имперские. Тут примерно та же фигня есть. На ледяной планете повстанцы на них наступают эти черепахи, только теперь не имперские, а этого Первого Ордена, или как-то он там называется. В общем, ну, такая повторность из всех щелей. Прям вот, то есть, самокопирование, самоповторность. Мне непонятно, зачем это надо было сделать. Вот я, прежде чем сюда идти, на этот восьмой эпизод, я хотел пересмотреть седьмой, но меня просто ломало. Мне не хотелось его пересмотреть. И я пересмотрел «Звездные войны. Изгой». То есть, вот то, что год назад выходило. Вот это ответвление, где нам рассказывают о том, как добывались планы «Звезды смерти». Тут отличный фильм, он в антураже «Звездных войн». Опять заново мне было интересно смотреть. Динамичный, новые герои, актеры. Кстати, вот в этом новой трилогии, по-моему, просто не попадание в актерский состав. Вот все новые герои, они просто, по-моему, никакие актеры. Вы извините, может, я что-то не понимаю актерского искусства, но они никакие, они не играют. Даже в этом новом фильме, вот там, где главный злодей заседает, для меня это похоже на какой-то телеспектакль советский 70-х годов. Вот эти красные отблески, какая-то комната с красными огнями. Вот реально, такое ощущение было, что я смотрю какой-то советский телеспектакль местами почему-то. Я уже молчу о том, что один из злодеев очень сильно похож на КВНщика из томской команды «Максимум», который Ржавченко, я не помню, как его зовут. Ну, то есть это все не дает погрузиться в антураж. Ну и во-вторых, ну вот, например, если мы говорим про параллель с пятым эпизодом, там прилетает Люк Скайуокер к Йоде, и там Йода так над ним весело издевается всячески, так заставляет его по-разному, ну, всякие вещи делать. Это весело, интересно, смотрите, там буквально, ну, 2-3 минуты речей о силе. Здесь Рей прилетает к Люку Скайуокера, и тот с такими постными щами ей начинает задвигать про силу, там, про место в мире. И это так все-таки эти муторные разговоры, это так уже надоело. Вы можете сказать, типа, новое поколение заслужило новые Звездные войны, да, давайте вот им переснимем. Ну, у меня, правда, вопрос, нафига я себе уже снято? Я не скажу, что оно уже устаревшим выглядит. Ну, предположим, ладно. Но сам по себе фильм скучен. То есть, то, что происходит на экране, это вот опять эти всякие боги из машины, всякие волшебные... Ну, ладно, да, Звездные войны — это такое фэнтези, на самом деле. Фэнтези в обертке космоса, да. Но сюжет-то все равно должен быть каким-то более-менее логичным, что ли, чтобы за ним было интересно следить. Здесь же, ну, такая какая-то несуразность постоянного, как я говорил, компот, просто компот происходит, что, ну, экшн-сцены отлично сделаны, я не спорю. То есть, вот все там битвы, космические битвы. Это вот интересно. Но сам вот шест сюжета, на который насажено это все, это прям как осиновый колонок. Да какой осиновый? Просто колонок, который посадили всех зрителей. Ну, это так как-то неинтересно смотреть. Мне было скучно. И я вам, я вам, честно, не рекомендую на этот фильм идти. На этом все. Смотрите интересное кино. Всем пока.